Здравствуйте! В этой воскресенье мы пребываем в прекрасном настроении. Именно в таком настроении стоит искать человека, который может своими знаниями заработать себе на вкусный ужин. Мы начинаем свободную кассу! Последняя надежда на спасение. Здравствуй! Как зовут? Владимир. Владимир, денег хочешь заработать? Все хотят. Владимир, я вам задаю пять вопросов. Правильно отвечаете, и я вам даю 250 рублей. Да? Ну давай. Укроем? Супер! Идем, Боб! Ну что, Владимир, спасибо огромное, что согласились. Возможно, прямо сейчас произойдет то, ради чего вы сегодня вышли в город. Возможность заработать. Как себя чувствуете перед началом? Ну, волнуюсь. Очень волнуюсь, да. Готовы начинать? Да. Желаем вам удачи, Владимир. Спасибо. Итак, вопрос первый. Владимир, какой из этих знаков зодиака представлен фигурой человека? Рыбы, козероги, водолеи или весы? Водолей. Частенько я смотрю по телевизору гороскопы, да. И вот там водолей, часть человек, а часть рыба, если я не ошибаюсь. Нет, вы, конечно, правильно ответили, но вы ошибаетесь. Там вроде бы мужик льет воду. Но ничего страшного. Первый раз гороскоп помог вам заработать, да? Да, да, да. Так, это ваши 50 рублей. Возьмите. Как легко заработать. У вас 50 рублей. Ну, это только первые 50 рублей. Вопрос второй. Давайте. Какая порода собак была выведена специально для охоты на лис? Такса, овчарка, мопс или фокстерьер? Я думаю, такса. Почему? Ну, нужно залазить в нору, чтобы достать лису. Или выгнать ее, чтобы охотник застрелил ее. То есть, вот строение тела предназначено именно для того, чтобы залазить в эту нору. Вы говорите в английском? Вы говорите на английском? Нет. Хоть чуть-чуть? Ну, такие там, hello, bye. Hello, bye. Да. То есть, вы не знаете, как будет на английском лиса? Нет. Нет. Ну, я уже понял. Или? Да, я уже, значит, фокстерьер. Будете знать. Давайте так, за знание нужно платить. Да. Мы сделаем так, что вы не зарабатываете ничего в этом вопросе, но идем дальше, хорошо? Справедливо, да. Делаем 50 рублей несгораемую сумму. Да, да, давайте. Свободная как краса, краса, краса. Вы играете на каком-нибудь музыкальном инструменте? Нет, к сожалению, нет. Сколько нот? Семь. Ага, это вы хотели узнать. Да. Ну, возможно, это знание вам поможет с ответом на мой вопрос. Между какими белыми клавишами на рояле вы не найдете черных клавиш? Между Ре и Ми, Фа и Соль, До и Ре, Ми и Фа. До, Ре, Ми, Фа, Соль, Ла, Си, До. Да. Вот между какими этими вы надеете черные клавиши на рояле или на фортепиано? В виде исключения. Вот тут стоит рояль в Роял Клабе. Ага. Если хотите, мы можем подойти сейчас, открыть крышку. Ну, я думаю, что все-таки поможет как-то. Ну, давайте попробуем это сделать, да? Давайте. Давайте. Итак, вот они. Белые клавиши и черные. Давайте найдем, между какими клавишами из моего вопроса нет черной. Я, если честно, не пойму. Какую сейчас мелодию напеваете? Ну, я просто как бы перебираю До, Ре, Ми, Фа. Это правильно, чисто случайно. Смотрите, вот, смотрите, вот нота. Ми, Фа, Соль, Ла, Си, До. Вот между Ми и Фа нет черной клавиши, видите? Ага, да. Будем знать. Будете знать. Продолжаем? Да. У вас есть 100 рублей. Круто, вы молодец. Спасибо. Ну, что ж, музыкальный вопрос. Вы прямо пропели и заработали себе 100 рублей. Это ваше. Возьмите. Спасибо. Здорово. А чем вы занимаетесь? Немного о себе. Ну, я мастер хлебокомбинате. Занимаюсь производством хлеба. Слежу за качеством и количеством. Значит, для вас сегодня это зрелище, да? То есть вы даете хлеб и зрелищ народу, да? Здорово. Отлично. Спасибо вам, что вы нас кормите. В какой части света находится Португалия? Америка, Африка, Азия или Европа? Европа. Да, уверен. Я знаю, что вроде там. Ну, как, не на все 100, но на 99 точно. Точно, да? Да. Я вас поздравляю. Это великолепно. Так, вы великолепно играете радость. Это ваши 150 рублей. Так, у нас последний вопрос. Или останавливаемся? Ну, давайте попробуем. Против чего была направлена идеология декабристов? Против самодержавия и крепостного права? Против ориентации на Запад? Против коррупции и несправедливого суда? Ну, я предполагаю, что против несправедливого суда. Можно еще раз? Давайте. Я помозгую немножко. Последний раз. Варианты ответа. И прям ставим точку над «и». Поехали. Против чего была направлена идеология декабристов? Против самодержавия и крепостного права? Против ориентации на Запад? Против коррупции и несправедливого суда? Я не знаю ответа, поэтому я так его метаюсь. Я понял. Давай, наугад. Ну, давайте я уже, чтобы не метаться, против самодержавия и крепостного права. И крепостного права, да. Это улыбка или не улыбка, или ты боязнь? Это непонятно что. Я и пытался сейчас разгадать, что это у вас на лице. Так. Самому стыдно, да? Да. Вот. Эх. А мог же, а мог же. Ты же прав... Эх, Владимир, вы же правильно все отвечали. А-а-а. Видите, вот. Это вас ведущий сбил, сбил, сбил. А знаете, для чего сбивал? Чтобы вы правильно ответили. И вы это сделали. Это верно. Крепостное право и самодержавие. Владимир, 250 рублей. Могли выиграть, выиграли 200. И это круто. Это ваше. Пожалуйста. Спасибо большое. Теперь вас ждет Royal Club. Приходите, отдыхайте. Это ваши заработанные деньги. Участвуйте в свободной кассе и вам тоже обязательно повезет. Спасибо.